Здорово, коврады! Сегодня мы опять в гостях у Лавра. Лавр вам покажет удары, которые используются в ножовом бою. Лавр, Артём. Базовый удар. Вообще, в нашей школе толпар выделяется 4 основных удара. Ставь стоечку, пожалуйста. Это колющий удар, режущий удар, который вносится в разные сектора, соответственно. Рубящий удар и цепляющий удар. Если с колющим и с режущим ударом в целом всё понятно, то с рубящим и цепляющим возникают вопросы. Начнём с рубящего удара. Принципиально равенство между рубящим и режущим ударом заключается в том, что рубящий удар на одной точке режущей кромки. Смотрите. То есть удар приходит к этой частью и вес протяга забирается обратно. Суть в том, что он наносится примерно как удар плети, то есть щелчок. Удар пришёл, да, ушёл назад. Желательно его носить? Первый, третий пленка. Тогда у ножа будет максимальная энергия. Это первое. Второе. Рубящий удар стоит наносить по короткой траектории. Если мы врубаем удар в большей амплитуде, такой удар легко сблокировать. Попробуй. То есть видно его заранее, летит он далеко, блокируется просто. Если мы его врубаем по короткой траектории, то есть чисто наносим на счёт кисти, удар видно хуже, удар более эффективный, его сложно сблокировать. В то же время, если я вижу, что я заметил мой удар и пытаюсь его сблокировать, я могу быстренько переключиться в это же движение, скажем, на браку руки. Или накрыть руку то же самое. Так же. На этом же движении. Это открывает достаточно большой потенциал финтов. То есть показал в голову, увидел защиту, то есть понимается рука, сработал в руку. Цепляющий удар. Цепляющий удар, да, принципиально тот же самый колющий, только его цель мышцы и кожа, то есть поверхность. Мы не задеваем внутренние органы, мы их саживаем, чисто гипотетически, аккуратненько на поверхность и делаем проворот, запятую, в верхних тканях. То есть это не проносной удар, но если слабо, цель именно, чтобы противник почувствовал боль и прекратил агрессию. То есть четыре удара находились с правого сектора, то есть режущий, рубящий, колющий, цепляющий. И эти же четыре, но если слева, сектор. То же самое порез, рубящий удар. Это составляет 8 ударов, базу школы нашей. Эти удары стоит отрабатывать отдельно, в принципе, потому что у них у каждого своя специфика на каждой траектории. По ударам, в принципе, все. А в процентном соотношении в бою есть какой-то либо удар, который я пользуюсь чаще всего? Проще всего и чаще всего носятся колющие и рубящие удары. Потому что они самые логичные, самые короткие. То есть как-нибудь порезать с протягом во время спарринга достаточно проблематично. В то же время, если короткий рубящий удар, он очень быстрый, достаточно легко. Он эффективный. А поскольку актуальны удары, допустим, по ногам? Удары в нижнем секторе, они весьма актуальны, но их надо использовать обязательно с подготовки. Или если противник совершил грубую ошибку. То есть если противник развалился, оставил ногу, улетел назад, грех не атаковать ногу. В то же время. Или вариант номер два. Оставь стоечку. Подготовка. То есть я показываю верхний сектор. Если противник ручки поднимается, все внимание ушло сюда, спустился, отбежал. Обязательно остановить кнопку. Потому что если я такой нижний сектор, я очень хорошо открываюсь. Какой траектории я бы не атаковал. И открываю наиболее важные части. Все идет. Ну, если бы так понятно, я думаю, что тогда в следующих выпусках уже разберем каждый удар отдельно. И мы технику. Ну все, на этом на сегодня все. Всем пока. Продолжение следует.